В лесах, на лугах, а нередко и в домах, встречаем мы тонкие кружевные плетения, паутины. Их создателей пауков нетрудно узнать по внешнему облику. Но нетрудно и запутаться в них, ведь пауков на земле более 20 тысяч видов. Это самый большой отряд в классе паукообразных. Даже под водой можно встретить паука-серебрянку. Встреча же с пауком-тарантулом в пустынях. Или с ядовитой черной вдовой в тропиках опасна для человека. А вот паук-крестовик, он хоть и хищник, но опасен только для насекомых. Познакомимся с ним поближе. Тело паука четко разделено на головогрудь и брюшко. Спереди, на голову груди, рот с мощными челюстями и многочелюстями, которыми паук схватывает добычу. Сверху на голову груди 6-8 глаз, но несмотря на это, у большинства пауков зрение слабое. Головогрудь несет 4 пары ходильных ног. С их помощью пауки ловко передвигаются по любой поверхности. А на конце брюшка есть паутинные железы, поделяющие вязкую жидкость. Быстро застывая на воздухе, она образует паутинную нить. Из нее-то и плетет паук свою круговую ловчую сеть. Начинает он с радиальной нити, состоящей из 600 микроскопических нитечек. Затем по кругу тянет основную спиральную нить, покрытую мельчайшими капельками клейкого вещества. Завершает паук работу сигнальной нитью, которую и держит под неусыпным контролем. Наконец, ловушка готова. А вот и первая жертва. Паук парализует ее ядом желез, расположенных на многочелюстях. Затем тщательно обматывает насекомое паутиной. Съедают пауки свою добычу тоже весьма своеобразно. В тело пленника они выделяют пищеварительные соки. Под их действием внутренности жертвы растворяются, и паук высасывает содержимое. От насекомого остается лишь внешний хитиновый покров. В поисках самки в период размножения паук-самец рискует сам стать жертвой своей избранницы. При больших размерах самка отличается большей агрессивностью. После оплодотворения самка придет к окон и откладывает внутрь него яички. Вышедшие из него молодые паучки похожи на взрослых, но продолжают развиваться в коконе несколько недель. Этот период проходит под зоркой охраной матери. Через месяц паучки выходят из кокона и уже сами способны выделять паутинную нить, на которой и совершают свои путешествия. Инстинкт выделения использования паутины ученые считают важной причиной, сопровождающей небывалый расцвет на земле этой своеобразной группы животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok